Пенсионер, бывший учитель. Дело в том, что в принципе... Пенсионер, бывший учитель. Да, в принципе все уже было сказано, но... Мы с мужем много работаем в интернете по этому поводу и выкладываем свои тоже видео, призываем трехизбян к тому, чтобы они прислушались к нашему, как говорится, к нашей боли, к нашему... Они действительно не понимают, многие не понимают. И я просто хочу зачитать несколько выдержек, которые сами блогеры, независимые блогеры, разместили в интернете. Это выдержки сайта News Big Mirnet. Местные жители страдают от добычи слонцового газа. Эта скважина находится в пяти километрах от первых домов. У нас же скважину в пятистах метрах планируют поставить. Со слов жителей, очень ощутимы гидроудары. Как физически, то есть была сильная вибрация, так и в шумовом виде. Работы велись круглосуточно. Люди не могли спать, находиться на улицах. Гул и шум, которые не прекращались, был слышен всем. Это же пережили и мы, трехизбяне. Еще одна запись. Резервуары с грязной водой, вырытые прямо в земле. Всех уверяли, что отработанная вода будет храниться в котлованах зацементированных. Этого нет. Если же состав для гидроудара не ядовитие шампуня, то зачем все бетонировать? Внутри скважины жидкость неопределенного цвета и запаха. Куда она потом девается? Каков ее состав? Неизвестно. Ясно, что пользы от нее ноль. А вред. Пропала вода в колодцах. Работники на месторождении пили только привозную воду. При добыче газа вода становится сначала непригодной для питья, затем настолько пропитывается парами газа, что ею нельзя пользоваться и для хозяйственных нужд. И вот самое последнее высказывание, вопль души, что называется. Знаете, что я вам скажу? Лучше умереть под тяжелой техникой этих олигархов, отстаивая право на здоровую жизнь, чем медленно умирать сначала от отравленной ими воды, затем наблюдая, как мучаются твои дети и внуки от отравленной окружающей среды. А ведь до этого и нам не так далеко. Осталось совсем чуть-чуть. Вы представляете, какой будет взрыв у нас в селе, общественного мнения? Но это будет уже, может быть, и поздно, но он все равно будет. А землю мы свою все равно не отдадим. Кто бы на Ниаги пришел? Отберут. Будем. А мы будем все равно бороться. Вот вы, честное слово, вы какой-то пессимист. Вот нас пробивали. Главное, что не провокатор. Пессимист – это нормально. Главное, что не провокатор. Ребята. Это же пароль. Если мы не будем бороться, то кто? Вы не переживайте. Этот журналист прошел с нами. И Крым, и Рим, и Медный. Я просто сентилу удивлялась. Вопросы интересные. Он просто очень, очень доволен реалист. И еще. Знаете, у всех жителей села во время гидроразведки почему-то сильно болела голова. Там таблетки не помогали. У детей та же сильная головная боль, тошнота, рвота. Лично моего сына увезла скорая. Но, как ни странно, диагноз не был поставлен. Неясная этиология. Неясная этиология. Извините, пожалуйста. А потом я приезжаю его навестить в палату. А там еще Трехизбалин лежит. Я говорю, а ты чего здесь лежишь? Да тоже вот тошнило, и рвота, и голова болит. Вот так вот дети наши с неясной этиологией во время вот этих гидроразведок попали в больницу. Так что стоит задуматься, наверное. Вы извините, я все-таки это все понимаю. Вероятно, это так. Но, как, когда были события в Герасимовке по этому поводу, то там тоже было, и что теперь это могут использовать против ваши. Люди говорили, да вот у нас теперь тут газом воняет, хотя он не воняет. Но ведь люди это говорили, психоз был. Вот говорят, от вышки, наверное, голова болит. Пока вышки не было, голова, голову где не болит. Да мне почему-то никто не говорил, что должна голова болеть. А она-то болела. Нет, вы знаете, вот в чем дело. Дело в том, что еще один момент. Вас могут обвинить в специальном нагнетании психоза. Потому что после Герасимовки этот механизм уже известен. Извините, но я не видела материалы по Герасимовке. Я просто говорю, я вам говорю, я немного знаю, так что будьте готовы и к этому. Спасибо. Будьте готовы к этому. Предупрежден, значит вооружен. Просто начнутся различные, использовать различные способы травли. Давать доведение людей до психоза. А вы знаете, что толпа в состоянии психоза. Знаете, такое даже древнеримское выражение, что Сенатус Ромаус Бонни Вири, то есть, ну как там, не помню по латыни, что По отдельности каждый сенатор, это нормальный человек. Когда они у месте, это бешеная, бешеная это самое, какой-то зверюк, бешеная стая. Это, здесь методы доведения людей до психоза. С целью натравить их на вас. Вы учтите, что это будет. Это тут вам надо будет идти просто, ну, не то, что по тонкому льду, а не то, что по лезвию. А нам отступать нельзя. Дальше уже некуда. Общественное мнение. Нам все, что нужно помогать. Нам нужно помогать, формировать общественное мнение на основании анекдивной информации. Абсолютно. И все, в этом спасение. Вот, спасение в объединении нас правозащитных организаций. Вот, чтобы мы все, как это, по всем точкам везде работали. Но то, что вы вышли на Министерство охраны окружающей среды, это замечательно. А то, что вы там пресс-конференцию, наверное, дали. На круглом столе. Какой материал готовится к заседанию. Вот, теперь надо наполнить информационное пространство этой информацией, чтобы люди знали. Ну, все.